У него мышление евангельское. Как мыслил апостол Павел, по сути дела, это его и есть мышление. Оно не приемлется в церкви, вот это мышление, понимаете? Оно ушло слишком далеко куда-то в сторону. И сейчас уже можно сказать, что православие это то, Павлова. Оно уже сейчас не такое. Оно традиционное, построено на обычаях, обрядах и каких-то правилах. А как у вас темирта в вашем городе с библиотекой? Да, в нашем городе библиотекой, забыл сказать. Как только привезли, это без меня было. Настоятель наш взял зам главы администрации, пошли в библиотеку и стали говорить, что эти книги сектантские, надо их убрать. Ну мы там занятия проводим, и библиотекарь как бы уже, она не просто так ее взять-то. Она уже стала нашей, она уже поняла, что в чем суть, и она сказала, нет, она не отдала эти книги. И книги лежат эти, и людям выдают их. Вот и все. Да, это добавлю, у меня случай такой был. А много людей видят? Был один священник, знакомый, и к нам расположены. Но узнали его, что он с книгами связан, сразу же в епархию. И решила о полном запрете его, если только он не даст обещание, не выходя из этой комнаты, что никогда мне ничего не будет помогать в распространении книг. И он сказал, может быть, ну, я не сужу его, ничего, но так просто это не проходит. Он дал обещание. Ну думаю, что, ну дал да и дал, не тут-то было. Коготок. А дальше? Теперь они только узнали, что я думаю туда приехать, остановиться, все прихожане уже окружают. Батюшка, да зачем вам это нужно? Вы живете нормально, мы ваши прихожане. Там из-за кого-то, они даже фамилию вязают, Лапотников. И зачем вам это нужно? Там вас запретят и прочее. Так что никогда, нигде, никого, даже в уме товарищей не предавай. Если вам не нужно, тогда просто отойди. Не связывай. Я их, допустим, я, даже с ним сравнить не надо. У меня ни здоровья, ничего нету. Но по-другому никогда не было. Его вот так окружают. У нас этого не было. Мы были по Кровском соборе, храм один, и все знали, что мы не согласны с ними. И нас священники прям стоят, вставали и говорили. А вот у нас, знаете, Лапкин, это запрещается в храме говорить. В храме не называется фамилия, имя. Это закон. Златоуз говорит это. Они перешагнули эти грани, священники. А вот они такие, они там призывают к полному хрещению, погружению. Это только Нептун праздник ему. То есть с тумасшествием совершенно. У меня на этом, где я не вижу ее, она такая, ну, как говорится, экспансивная. Она говорит, я чуть не закричала, что врешь же ты, батюшка. Я говорю, вот только этого вам не хватало. Чтобы в храме, во время моления, и ты бы закричала ему, да ты Бог с тобой, да ты в уме или нет. Это бальзам. Благодать в устах его. Даже он несправедливо упрекает. И тогда поблагодари, поцелуй его. Он отчего-то меня может предупреждать. Может я сам не замещаюсь, склоняюсь туда, делаю с сектантом или тихом-то. Что на меня, они говорят, я все это тщательно рассматриваю. И дальше другим, но выставляю, чтобы другие могли просчитать. Ну тоже кто-то где-то помолится. Вы для себя берите. Это опыт. Не думаешь, что отсидеться где-то. Потому что, когда придешь, у тебя вера хорошая. Ты ее сохранила. Ты ее замернула. Ты ее не повредила. Постилась. Ну, зарыла, никому не сказала. Вы знаете, что там написано дальше? А он молчал. Этот человек нигде не высказан, ни против человека, ни против настоятеля. Но когда его там прищущили, прости Господи, на суде, а я знал, теперь уже он прям на Бога поворачивается. Знал, ты злой и жестокий. Что он молчит, сопит. Вы знаете, там в глубоком умоте живут кто-то. Все написано живут там. Я знал, ты злой и жестокий. И знает, что жнешь, где не сеял. Но он дальше не мог умышком бабьим своим подвигнуться. Собираешь, где не рассыпал. И он сразу же на этом. Но ты знал, твоими словами буду судить тебя, раб твой. Свою я потребую с прибылью. Отнимите у него, отдайте, у кого много есть. Впереди еще каждому из нас вот это будет испытание. Этот полигон еще не проходили. Я все обращаюсь к себе. Скажет, а ты? Я что знал, то сказал. Если не знал, где-то не распространил. Прости Господи, покажи мне, обличи меня. Я всю жизнь ищу учащих меня. Перстень с такой надписи был у Петра Первого. И обличающего меня. Покажите. Но они ничего не могут показать. Что проще-то было? На Синод? Окаянного? На Веселесу? Автодафа? Что угодно можно было сделать-то? Инквизиторы живые. Работает еще и меч, и факел. Но нет ничего. Им епископ Ифтийский сказал, вам никогда, Игнатия, не обвинять в его неправославии. Никогда. Они к этому не прислушались. И они сейчас больше разогревают, а больше людей приходят. А мы про вас вот такое считали. А что там правды пишут? Я говорю, вы обратитесь к тому, кто спорил о Моисеевом теле. Но кто-то ему сказал, да запретить тебе Господь. Вот это я имею право сказать. Да запретить. Они не могут, я говорю, быть другими. И вчера я выставил, с ним утром записали. Вчера. И называется так. Ааа. Обмерщенное священство погибнет. Два ролика. Вот такое название. Я долго думал, вечером, братья ложатся спать. Ну придумайте название этим роликом. Какое? Там КГБшная патриархия как-то не звучит. А вот такое, обмерщенное. Ну я раз сотрудник КГБ, я просто пожалел КГБ, не стал трогать. Своё родное ведомство сохранил. Но смысл-то понятен. Научись благодарить Бога за ту ступеньку, за тот выступ, где ты закрепился хотя бы одной ногой над пропастью. У других и этого нет. Я занимаюсь с детьми. Но это не то, что форпост, где они собрали, там 10-90 детей, там ухаживают. И показывает, как он сидит. Его сейчас этого поставили епископом. Лонгин-то, который у них был там над всем этим монастырем-то, около Румынии где-то. И вот он показывает, ребенок родился слепо, глухонемой. Я только так прикину. Господи, ну и ты же сделал. Ну грех родителей. Ну слепой родился, но он слышал, спрашивали, разговаривал с ним. А это слепо, глухонемой. Он ни одного звука не слышал, никогда, нигде не видел. Только очень по ладошками может быть. И когда прикасается к нему, он узнает людей, злой или добрый. И вот подходит настоятель, обнимает и ласкает. Вот то кошечка рядом, то рыбку дать он. А где в воду руку опустить, это в воде плавает. Ему никак не объяснишь. Он еще ребенок. Он научится. И он научит обязательно. Так вот в таком состоянии слепо, глухонемой находится практически почти вся паста Московской Патриархии. Они не понимают и не слышат и не видят. Я выставляю, смотрите, вот зайдите на форум. Вот смотрите в Ютубе, у нас видеоканал, тысячи почти роликов, там видеороликов поставленных. Ничего не слышат и не видят. Полное мертвение. А зачем мне это нужно? Ну мы в дом заходим, здесь вот ходили когда-то. И я даю газетку, говорю, вот, я хожу в храм, причащаюсь с батюшкой. Каждый, что тебе надо-то? Вам деньги нужны? Я говорю, да нет, я просто хочу, чтобы вы узнали, как это. Вот написано патриарх. Я не ожидал какой. Она говорит, да пошел ты со своим патриархом, на, и послала куда надо. Прихожан собора. Один епископ рассказывает мне, я его слушаю, стою, и он говорит, я это понял. Надо благовествовать и надо все-таки катехизировать. Подходят люди, он их многих крестил. И он говорит, ну крестить-то мы будем, но надо, чтобы вас научить надо. Ну согласна. А у вас Евангелия есть? Нету. Ну надо ходить на занятия, Евангелие купить. Мужик не разговаривал, развернулся в храме, пошел, Евангелие принес, встал, стоит. Ну он говорит ему, он видит, что время-то идет, а ребенок-то не крещеный. Он говорит, так я не понял, вы крестить-то будете или нет? Ну я сказал, на занятия будете и ходить, ну и дальше будете знать, основы веры хотя бы, кто будет веровать и крестить. Не понял. Поп, да ты крестить будешь или нет? Да я сказал, будем. Да сегодня ты будешь крестить? Да не буду. Да пошел ты нахрен. Вот тогда, говорит, я вздрогнул и подумал, а кого же я крестил-то? Вот так. Это не кто-то говорит, а такое подобное. Отец Дмитрий Смирнов. 20 лет крестил и никого нет. Что же я делал-то? А он отзывается о патриархии, ну, неблагожелательный Лапкин. А там пишет Андрей Кураев. Его бы, говорит, любили Лапкина или лею, если бы он не такой был в вопросах. А я спрашиваю, патриархи Кирилла вы все любите? Вы почитайте, что про него пишут. Я уж не говорю, что там бачка, алкогольный магнат, миллиардер, другое. Он сфотографировал там строюродные какого-то племянница рядом. Вы послушайте, что говорят дальше. И он должен терпеть это все. Я не близкий его друг, но я этим людям пишу, моленька, соображайте, хоть как-то сходилось бы где-то что-то как-то. И поэтому избежать вот таких обвинений, да это и не нужно. Господь знает, когда, иди, и как. Вам это ясно? Если тебя за всю жизнь ни разу не ущипнул враг, и только хвалят, написано, задумайся, что ты говорил, если враг хвалит тебя. Если все будут говорить о вас хорошо, горе тому человеку Христос говорит, горе. Если только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Звучите эти слова. Примите их. Вот человек немножко что-то там, ну немножко там, кочегаром, и обстановка уже меняется. Мы работали здесь при храме. И они нас приняли, сразу посоветовались, видимо местные там полномочия, говорят, примите их, они на глазах будут. Мы не успеваем за ним смотреть, он лапкин снует, туда как блоха прыгает по горам. И вот они нас приняли, и мы там снег кидаем. Но на этом-то не остановилось, снег вот в этот год как понаперло. С оградой, Рон, ко мне друзья приходят, он заходит, семь лопат только кидает. Настоятель прошел, глянул, меня вызвал сразу. А это что за люди? Да в вашей машине ход прощищать, я не могу. Но мы же договаривались, что вы одни будете работать. Задача-то не в снеге, не в чем-то, а блокировать меня. Я говорю, ну, мы договорились, одно условие мне поставили, чтобы внутри ограды, стерковные, никому о Христе не говорить. Как Иван Азар, еврейская организация для колонизаторов. Наши подписались, тут дружини, все, о Христе никому не говорить. Но я и доволю за ограды, которые интересуются, я за ограду увожу, стою около ограды, дальше разговариваю, чтобы меня только воротины не ударили. И дальше-то, дальше самое интересное началось. Господь это делает, Господь это показывает. И поэтому для Слова Божия нет уз. Куда бы ты ни пошел. А дальше-то я работаю, я уже теперь больше про них знаю. Я должен смотреть, чистота туалета, захожу. Одежа валяется там. Я крюк делаю из туалета, туалет на наружу, такой сортир, вытаскиваю. Это нищим, которые дают, а им это не надо, они в туалет. Дальше я вылавливаю, что? Просфоры. Просфоры. Я бы этого не знал, не будет там. Теперь я вылавливаю, все, ковшичек сделал, вылавливаю, обмываю. Теперь я иду к настоятелю. А что за просфор? Да в туалете вылавливаю. Как в туалете? Ну люди-то выходят, помяни. Просфор-то берут, я заказ знаю, помяни. Помяни. У меня знакомый диакон. Прищищает виду, говорю, вижу, говорит, не верующий. Она подошла, рот разинуло. Ей положили, а мне что-то в рот попало. Она думает, то ли таракан или еще, говорит, давай плевать. Да это же тело Христово. Какое тело? Ну ты же сейчас прищищалась. Какое тело? Мне сказали, дадут вина немножко выпить и все. Она вышла, ей стоит там на хрисе, харкает. Я бумагу взял, все, собрал и к настоятелю. Вы знаете, что нужно с этим делать? То место теперь нужно выжигать и вот это вот это. Кого же вы прищищаете? Да как же это так? Да каждый день так. Это благодаря тому, что я случайно оказался на этой паперти, на которой, это там Покровский собор, центральный этот ход, который идти-то. И утром кто-то полез туда, залез и большую кучу наворотил прямо при входе в храм. Я все убрал, а теперь тело Христово убираю. Я санизатор. Я зашел в Никольский собор. Это при мне. Ну я зашел-то один раз в году. Заходит мужчина с папиросой. С папиросой. Рядом собака. Зашел и покупает. В шапке стоит с папиросой дымящейся. И рядом у нее собака. Я говорю, а что это? Храм перестал быть храмом что-то? Никому нет нужды. Я тогда подошел там. Я говорю, а почему у вас так? Что так? Ну, в шапке-то. Так это же неправильно. А почему они не смотрят? Он ее вывел. Но за это время ему что-то сказали. Он мгновенно переменился на меня. А вы еще тут порядок наводите? Идите к своим баптистам, там порядок наводите. Это Никольский собор. Это храм. А могут они быть другими? Не могут. Это естество Сталинско-Бериевское заложено. В этом покаяния не было. Нужно отрезать эту пуповину. И заново, говорит, перепечь все. И будет по-другому. А я ничего не могу сделать. Ничего, я признаю, как есть. Я признаю благодатность, патриархность. Меня больше не требуется. Но он такой же человек, нуждающийся в поддержке. Он на суде Божьем будет отвечать за все, что делается. Я буду отвечать. Я сторож все же. Я не священник. С батюшки спросится намного больше. Поберегите его. Он должен вас довести до неба. Если по его вине, по его небрежности, по его мягкости одна душа погибнет, ему всей жизни не хватит златоузга рассчитаться. Обо мне разговаривали. Сейчас ничего не буду делать. Ничего нет. Я милянин. Ну, чтец. Голос. А нет, считать не могу. Зубы выпали. А в вопросе спасения-то ревность вставит тебе новые зубы. И будешь горло сокрушать. Вот что хотел сказать. Тут, сестры, я уже к вам скажу, мелочевка такая. Я попрошу вас, но не ради уже послушания. Послушания-то все равно у вас нету. И уважения ко мне нету. Ну, поберегите сами себя. Теперь к вам, Борис. Ни одной шторки не снимайте без моего ведома. Не стирайте. Не надо этого делать. Они у нас чистые. Я только прибью их, как следует, опять сорваю. И ничего на столе тряпать, кто книги закрывает, не трожься. В алтаре они распоряжаются. Там каждый день можете стирать. С барбут, батюшкой. Вот здесь, где касается ни одной шторки, не трогайте, пожалуйста. Пожалейте меня. Я как по гоме трясусь, потому что каждая стирка делает их более прозрачными. Они никому уже не нужны. У меня оказия какая. Голубян налил воду, наказал. Ничего не троньте. Ну, не лезьте. Гляжу, ребятишки щепки туда напустили. Это дети. На следующий день опять сменили. Иду. Красное, как в Красноморье. Как скажи, ты фараон прошел. Ну, кто был здесь? Ну, куда идти? Ну, конечно, куда. Надежда Васильевна. Ты случайно не подходила. Я видел, как ты выходила поганой ночной ведро. И лезла мыть туда, к голубям, где и поют. Ну, нормально это. Ну, отогнал. Оказывается. Да я вот тряпку не знал. А тряпка оказалась такая, которая сразу сделала все красное. Да зачем тебе тряпка? Один тазик стоит перед голубями. И все красное. У меня еще рядом голуби уже не летают. Ну, помолите, чтобы у меня помощников больше было. А вот не таких искусителей. Это прямо искушение для меня. Голуби такие хорошие. Ну, что же их поить-то тем, что не следует. Так, у кого вопросы? Я хотел еще. Давай. Нина Ивановна просила передать все общения. От нее поклон. Ей сделали операцию. Выздоравливает. В общем, я за нее кланяюсь вам. Спасибо. Ее фамилия Филонова. Филонова, да. Там бывают свои какие-то неурядицы, чтобы все Бог устроил, как надо. Она очень добрая. Мы у нее останавливались. Это единственное место за прошлый год, куда мы дважды возвращались. Уехали далеко, и как-то путь повернулся опять к ней. Уж она там рада, не рада, не знаю, как у нее. Она обеспечила встречу. Алифтинина, там, родственники всех пригласила. В храм пошли. Ну, все это записано у нас. Ну, здоровьишко слабенькое. Сделали операцию, ну, чтобы Господь помиловал Нина. Она была, приняла крещение. Бывают незначительные какие-то у человека с родственниками, где-то неурядицы. И они человеку, ну, не дают свободно молиться. Мы должны быть от этого свободны настроить дух на благодарность. Они так, меня огорчили, и я закис. Вот мне это говорят люди. Ну, вот он рассказал. Так что такое? Да мои книги. Да как они... У меня это совсем другое. В момент, когда я в библиотеке подхожу, вот в библиотеке, книги мои. Книги разложили. Книги мои, мои. Это мой ум составило. Я сам набирал, не считая проповедей. Там Галя Кубайкина, все эти набирали, помогали. Корректор, Марина Дубунова. Там многие люди были задействованы. Но все стихотворения, это минимум 5 томов, это я сам до буковки набирал. Я говорю, книги эти, вот разложил, оставил, как только заподписали бумагу. Так, мы обещаемся книги не испортить, давать людям. Я бесплатно даю. Подпись поставили, я положил, все, книгам я не имею права прикоснуться. Кто-то спрашивает, они не мои. Я их передал вам, но на самом деле я все делаю во имя Христа. И теперь что над ними сделать? Отбирайте, сжигайте. Это не мне, это не мое. Они не могут понять, что. Это моему Иисусу любимому, для которого я писал, делал. Почему писал? Я вижу там и там и там неправильно. Мне это открыто, я этим живу. Ты не понимаешь, сегодня твои дети когда-то поймут. Никто не поймет, я перед Богом оправдан буду. За то, что никому не угождал. Не угождал. Я старался угодить моему Иисусу. И вы видите, какие результаты. Так это, а в другом месте, они 5 районов мне пишут. Ваши книги на самом видном месте у нас стоят и прочее. Это не везде. Они не могут взять тех, где они уже поставлены книги на учет. Чуваши, Татарстан, мощнейшие библиотеки, сильнейшие такие. Пусть они в Тюмени возьмут, в Томске. А там президентская библиотека в Тюмени. Их даже не запустят туда. Я разговаривал как-то, ну, Омск. Не мог попасть на прием к архиве, там, как раз, Владимир, что ли, митрополит. И там у нас фотографии. Я сижу и священнику, ну, нам зайти отдать, подарю ему Новый Завет, там, и Достово Божий, и попросить благословения. Пол минуты нам хватит. У нас всего тут три человека. Ни под каким видом. Но у него близкие связи с губернатором. Сразу оттуда звонок разузнали. В библиотеку приняли книги Лапкина. Заблокировать, не выпускать. И они нам звонят. Книги ваши надо забрать. Я говорю, а почему? Ну, знаете, я знаю, я говорю, я хорошо знаю. А вы-то как? Ну, вот сейчас как будто места нет. Областной библиотеки, которая тянется на два почти квартала, говорит, не найдешь. Места нет. Ну, ж быть этого не может. Она мне потихоньку говорит, ну, обстановка, когда изменится, мы вам сообщим. В этом же городе, я поехал далеко, где батюшка служил. Я стараюсь, где отец Геннадий служил. Поехать и там священникам подарить. Там библиотеку подарили. И к священнику Лемешко, отец Александр. Он принял с радостью. Благословил, как положено. Книги оставили, расписался, печать. А в это время, видимо, сверху звонок. Ну, не больше 4,5 часа прошло. Он смс сбрасывает. Немедленно заберите книги на щек сожгу. Он даже их не пролистал. А почему? Глава администрации, губернатор, храм стоит. И храм называется губернаторский храм. Он помог. Губернаторский храм, я такого больше нигде не встречал. Не по-кровски, но у него есть там название. Михаил Архистратейка. Но в народе, везде знают. Он сказал убрать. А почему? Архиерей сказал. Из библиотеки звонят. Вот нам дали указания с администрации. К 6 часам, чтобы ваших книг тут не было. Никто дал указания. Не видел книги, ни меня не видел. Не знают. Куда девать? Я говорю, а вы кто будете? Да я библиотекарь. Да как? Мы, говорит, книги из рук не выпускаем. Ну, возьмите их, я вам дарю их. Мне дарите? Да, я вам дарю. Вы ложитесь спать и не знаете, какая тут идет работа. Я говорил, главный объект будет на меня и производная этой книги. Если даже мы к ним придем сегодня, написано, под теплый омопор Максим, они нас задушат сразу в этом тепле, спарят нас. Там ничего не будет, кроме мокрушек. Да сохранит нас Господь от теплых омопоров. Мы взошли на самую стременину. Мы пошли за нашим Господом. А что будет, я ему предаю это. Теперь, где мы едем, они сразу стараются звонить, я уже узнал. Ничего они не успеют. Это невозможно. И тех, которые на пути мешают, ничего не будет. Меня судил вот так вот, когда судили, вот такие вот брови, как у Брежнева. Прокурор вот так наклоненный. Ну, прям Яков Иванович Мордобин. Я еще не вернулся из Сирио, он уже помер. А он уже помер. Вот и все. Да нет, Игнать Иванович, не совсем вы правы. Ну, скажи, как было. Я-то потом еще и работал у него в подчинении. Да? Ну, значит, это время строго-то. Он умер? Сейчас не знаю. Ну, умер, умер. Я спрашивал, мне сказали, он умер. Следуйте, который меня напрашивал, умер. Ну, позже, раньше там у меня какие сведения, что слышал. Но умер, главное. А я все еще толкуюсь. Я ему на суде сказал, ну, вы смотрите на меня, как на врага народа. Я вернусь еще друзьями будете. Зачем вам это надо? Все равно вы меня осудите. Приказ пришел, уже вынесено все. Там мои оправдания ничего не дают. Это так ролик. Да. Поэтому, если ты надеешься на Бога, Господь устроит так, что перешагнешь через все эти препятствия. И прокуроры, следователи, все останутся позади. Ты положись на Бога. Дети твои мешают что-то, мешают только грехи. И когда пучишь человеку угодный Богу, он говорит, врагов его примиряет с ним. Так что мы надеемся на Бога. Еще раз поблагодарим Господь. Вот, объявление. Давай. Спасибо, Христос, всем за помощь. Мой дом, который на разборку брали, купили. Андрей начал его разбирать. Только, пожалуйста, братья и сестры, прошу молиться. Андрей у нас горячий. Он уже... В общем, палочкой получил хорошо конусом. Невнимательно все это делал и стукнул. Приезжая вчера у него, хорошо стукнул. Так, нужна помощь, наверное? Пока Андрей справляется, там помощники есть. Ну, вот так. Потому что, если кто-то такая молодежь. Можно еще. Вставай, вставай. Вон, Петяна. Затем, пройтись еще, пожалуйста. У меня какой вопрос? Валя из Казахстана звонила, просила тоже молиться, молиться за нее. У нее там судом, что-то складывается с детьми, но просила молить ваших. Болящие у нас те же, в общем, как. И хотела обратиться теперь к слышащим, ни к глухонемым. У нас Мария со сломанной рукой. И, вы знаете, она как ребенок. И, по-моему, она с любовью больше всех любви имеет. Поэтому, если кто желает, посетите АЯС. Где АЯС-магазин, она там живет. Магистрально сломалась. Такая прямо привидливая они такие. Вот, это первое. Другой момент, другой момент. Очень волнует меня. Я не знаю, я даже спать уже не могу. Меня волнует очень лагерь наш. Игнатий Тихонович дает там, я знаю, объявление, приглашает. Это его детище. И он нам заповедует, чтобы лагерь сохранялся у нас. Но дело-то в чем? Ведь едут люди, если даже они поедут, Они едут с детьми, которых надо исправить. Которые дети нуждаются в помощи. Действительно, в помощи. Эту помощь может оказать только Игнатий Тихонович. И вот он хозяин. Он приглашает. И люди приедут. Кто-то там желает. А хозяина нет. Постучали, тук-тук-тук. А слуга ответила, хозяина нет. Володя мне говорит, ну если не понравится, пусть уезжают. Простите. 14 рублей, две остановки. Одну остановку проехать. А люди затратятся. Куда они приедут? Приедут с детьми к вам, Игнатий Тихонович. А они к нам. И я хотела спросить, а кто может поехать работать? Вот сейчас, пожалуйста, поднимите руку. Кто может поехать помочь? Поднимите руку. Я понимаю, если бы Игорь Двунок поехал. Он может справиться. Он с людьми работал. У него опыт есть. Он уже с таким опытом. А Володя что? Вы хотите Володю? У него опыта никакого нет. Судные воруды есть опыт. Да не надо. Алла, ты понятьешь работать? Хозяйственные у него опыты. Нет, я не могу. Ответ просишь, да? Да. Ответ какой? Какой в прошлом году был такой? Почему он должен быть другим? Как в одном фильме говорится. Вот так. И в прошлом, позапрошлом году. Я спрашиваю некоторые, ну давайте, ну закрыть лагерь для всех других. Ну давайте хотя бы на месяц, давайте на месяц позже. Вовремя открыли, год прошел, слава Богу. Вот у нас тоже вопрос стоит. И у меня, мы сможем или не сможем. Я про себя не могу сказать, что я точно смогу. И меня это тревожит. Меня это очень волнует. А я вижу, я вот обращаюсь. Кто поедет? Кто может заменить? Прошу вас. Кто? Ну кто? Ну кто? А вы бы сказали первое. Я. И я хочу так сказать, а я не знаю. Смотрите. Ну вот рядом, рядом, сегодня человек понимает руку. Рядом. Она пять минут здоровая, а через десять минут больная. Так мне нужно, что Господь проявится. Это как родители Николаевны. Надь, где Бог? Пять минуты нет. Я что хочу сказать, сестры. Вот такое чувство, что даже и спать сестра не может. Ну я что, могу только помолиться Господу, сказать Аллилуйя. Ну мы знаем, как женщины мыслят и как мыслит Господь. А Бог? А Бог? Во-первых, во-первых, Игнатий Тихонович зовет. Кто приедет, кто не приедет, никто еще пока ничего не знает. Господь, а Бог все видит. Дальше. Брат Владимир. Сестры. Вы там между собой где-то встречаетесь? Что-то там обсуждаете? Не знаю. Ну дай Бог по Писанию. Брат Владимир, он один из лучших знатоков Священного Писания в нашей общине. Да, житей святых он не так знает. Но запоминает кое-что, то, что Игнатий Тихонович говорит. И если там будут какие-то люди, любые, любой там они, мусульмане, кришнаиты, тем более неверующие, уж брат найдет слова Священного Писания, которые им нужны для лечения. Там одно слово, как святой был, Пахомий, ему сказали только одно слово псалма, что нужно за словами своими смотреть. И дальше читает, подожди, что подожди, сейчас я это исполню, а потом след дальше будет читать, и ушел. И нету его несколько месяцев, потом приходит, ну что, подожди, еще вот немножко нужно. Пускай они внимают словам Священного Писания, трудятся, а дети... Давай дальше, пускай там будут дети. И они там будут какие-то непослушные, но не до такой степени непослушные, что они не будут смотреть, например, других детей. У нас будут там дроботы, еще, может, какие-то дети будут там рядом, там деревня, батюшка, совет есть. Вы подождите, бросать-то просто так. Ну вот Игнать Тихоновича вообще нету. Вот сейчас он поехал, и там землетрясение. И у них вся машина туда рухнула, нету. Ни Вити, ни Игнать Тихоновича, ни брата Николая. Все. Говорится, похоронили. И что дальше будем делать? А Бог? Вы чего на Бога-то вообще не надеетесь? Что у вас за слезы? Надо разобраться в этих слезах. Вам самой, в первую очередь. Потому что иной раз вы как-то что-нибудь скажете, вам бы тут заплакать надо чувствуется. Ну у вас, как с гуся вода. Где не надо, плачете. Тут у нас были такие уже сестры. Плакали, плакали, потом такой фердебобль выкинут. Ни одной не найдешь. Так, опять вы со слезами на глазах. Это радость со слезами на глазах. Пасно скоро. Вы опять плачете. Все, пока. Так, я поясню. Смотрите, ситуация подобная была в Израиле. Два брата. Один вождь, а другой священник. Моисей Аарон. И народ тоже думали, как будет, что будет. И когда умерли, они никуда не движутся. Стоят 40 дней, все стоят и стоят. Ну умер, уже его нет. Но никто не знает, что на его месте уже Иисус Навин все подготовил. Теперь он будет врубаться в одно царство, в другое, в третье, в семь. Старцы лягут под ним. Моисея, ты не победил ни одного. Ему только дано было с горы посмотреть, куда ты не дошел. За словом. Аарон, Аарон тельца сделал. Вот тебе два брата. Они один в обитомную зону. Конечно, не вошли. А царство-то речь не идет. Так что у Бога все по-другому. Люди плакали. Знаете, и был великий плащ от Стефани. А рядом стоял гонитель. А что он стоит? Одежду стережет. А что стережет-то? Ну, они ревнители такие, что друг у друга могут своровать что-то выходит. Чего бы он и сторожил-то? Другого гнатирить их. Тут смелый. А за вещами надо присматривать. Но никто не знал, что из него получится. В будущем всемирный вселенский апостол. Так. Зайди сюда. Я тебе представлю, чтобы не было. А что-то, кто-то закончил? Ну, за счет, имею в виду. Сейчас занятия будут. На занятия останешься. Так, вперед маленько. Так, Надежда Васильевна, представь, кто это к нам пришел. Маленько, вперед. Это мой племянник, старшая сестра и сын, которая умерла. Он сейчас живет в Барнауле, здесь снимает квартиру. И вот из-за вел желания прийти на занятия к нам. Он любит на занятия ходить. Он там в политех ходил в свое время. У нас его разрешен, я его знаю. Так что, ну, попрошу расположиться. Звать Анатолий. Ты ходишь в Старобрясевский храм, да? Ходишь в Старобрясевский храм. Старобрясевский храм, у нас хорошее отношение. Это истинная православная церковь. У них настоящее священство. Батюшку Николу мы знаем. Ну, к нам тут ничего не может быть. Никто тебя перетягивать не будет, ни к Альянам. Спокойно. Алена, его сестра, которая была в Потеряевке. Она вышла замуж у нее. Ну, ладно, сейчас разденешься, мы уходим. Ой, племянница. Ничего больше нет. Ольга, сестра у него. Все. Если ничего нет, поблагодарим Бога, Что Господь нас так любит. Господь, якова истину, Блажите Тя Богородицу, Пресновлаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искления Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Отец Небесный, великая Тебя благодарность За Слово Твое Живое, Которое Ты верил Бога избранному еврейскому народу. Ты возвысил нас всем народом, Ибо верил ему Слово Божие, Которое было ими донесено до наших дней. Мы благодарны Тебе за это. Ты распусти нас с миром, Владыка, Научи нас доверяться Тебе. Если это от Тебя, Чтобы мы были в этом благовещенском путешествии, Приготовь нам все необходимое, Устрой это путешествие. Прошу Тебя, Господи, Даруй послушание женам, Чтобы они огорчали своих мужей, Которых Ты поставил главами над ними, И чтобы все вместе достигли обещанной обители. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос.